Садовый мир 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 более крепкая но это вот что касается посева семян и выращивания рассад до момента пикировки кто дальше оставляет после вот когда уже растенец образовали парочку настоящих листьев там уже конечно понадобится в кокосовом субстрате подкормки потому что он содержит очень мало питательных веществ нужно ли обеззараживать этот кокосовый субстрат я не обеззараживала и не заметила что у меня какие-то растения в нем чем-то заболели ни разу у меня не было ни черной ножки в нем ничего но можно вполне пролить вот таким раствором вот в прозрачном чайничке очень хорошо видно какого цвета жидкость получается вот раствор фитоспорина это препарат биологический он обогащает землю по не полезным микроорганизмами и подавляет вредоносных возбудителей различных заболеваний я вот им очень широко пользуюсь и в частности вот для обеззараживания посадочного грунта так следующий вопрос для каких еще целей можно использовать этот кокосовый субстрат вот перед нами стоит такой замечательный цветок и если вы используете какую-то землю для него может быть покупную или не дай бог тем более садовую какую-то землю она быстро слешивается а вот у этого цветка у него клубенечки внутри и они там плохо себя чувствует и вот это вот растение начинает очень плохо развиваться и листочков у него образуется мало вот и таким растением у которых клубни грунт должен быть очень легкий и рыхлый поэтому вот очень хорошо смешивать его с кокосовым субстратом для фиалочек для синполий то есть тоже рекомендуют смешивать грунта с этим кокосовым субстратом да и другим растениям любым это не помешает потому что вы знаете если грунт очень плотные в горшке то растения начинают развиваться хуже то есть вот для таких комнатных растений очень даже хорошо использовать этот кокосовый субстрат если вы в саду выращивать контейнерные растения какие-то вот клубневую бегонию я рассказывал что можно в контейнеры сажать каллы можно в контейнерах сажать и герания то есть пиларгонии до колеусы и все что стоит в контейнерах тоже там вызывает слеживание земли со временем возникает и тоже это кокосовый субстрат очень-очень будет даже на пользу какую концентрацию брать какую долю этого кокосового субстрата вы уже просто сами попробовать по ощущениям посмотрите ну вот даже я думаю что одну треть от вашего объема почвы вполне можно положить дальше вы все равно будете пользоваться подкормками поэтому питательные вещества у вас придут все с вашими удобрениями которые вы будете вносить еще один момент вот сейчас у нас наступает время когда мы должны проращивать различные растения которые отличаются длительным периодом вегетации вот например наши георгенчики они без проращивания у нас конечно зацветут но чтобы они зацвели побыстрее вот у меня уже тут обработанный клубенек уже у него появились росточки чтобы они зацвели побыстрее что нужно сделать посадить их вот в какую-то емкость да у нас будет вот сейчас ведерочка вот такое и просто-напросто засыпать этим кокосовым субстратом для проращивания большего то ничего не нужно корешки у этого георгена отрастут замечательные поначалу он может пользоваться своими запасами питательных веществ которые в клубеньках есть а дальше вы посадите его в почву уже из этого горшочка будете давать удобрения тоже ваше растение будет замечательно замечательно расти а то что вокруг него сейчас будет кокосовый субстрат это и дальнейшем отлично скажется на развитие клубней то есть вокруг будет много воздуха а это значит что вероятность загнивания таких корешков будет намного меньше еще одно применение кокосового субстрата вот я показываю семена цветов в данном случае у меня да но вы можете для любых семян использовать и вот например многие жалуются что например амаранты плохо всходят у них уж более мелкие семена вот если вы засыпите бороздочку вот этим кокосовым субстратом то есть сделаете бороздку насыпь туда семян а уже сверху присыпаете не землей а вот этим кокосовым субстратом отлично все сходят именно потому что не образуются корки очень хорошо пробиваются семена сквозь этот кокосовый субстрат в общем замечательно растут любые растения посеялись семенами вот на грядке в открытом грунте это можно делать и в теплице где угодно также если у вас какой-то тяжелый грунт глинистые например почва да или влажные у вас почва советую землю разрыхлять то есть в лунку при посадке каких-то растений например это розы у вас будут там или гортензии еще что-то вы хризантемы купите кустиком каким-то вот берете разводите один скажем такой брикетик да и вот на такую лунку можете вот это вот все ведро смело туда вносить перемешайте нет внутри это землей прекрасный разрыхлитель вашей плотной почвы то есть видите какой широкий широкий спектр у этого кокосового субстрата следующий момент мульчировать им можно также любые растения которые у вас уже посажены или например рекомендуют мульчировать да каким-то органическими материалами вот кокосовый субстрат если у вас нет компоста или еще каких-то материалов вот такой кокосовый субстрат отлично подойдет в дальнейшем он со временем перегнивает и превращается в обычное органическое вещество как любая органика который вы вносите в почву ну вот посмотрите какой широкий спектр я вам назвала и для комнатных культур и для проращивания георгинов и там ацидантера например еще каких-то луковичных культур лилии вот сейчас можно сажать тоже луковицы которые вы купили с ростками посев семян разрыхление грубой почвы в вашем саду то есть вот видите какой разброс по различным вариантом использования у этого замечательного кокосового субстрата у него кстати сказать нейтральная реакция никакой кислотности он не повышает только оздоравливает вашу почву делая ее более рыхлой более воздушной еще один момент что я хочу сказать вот когда вы вот этот кокосовый субстрат приготовили видите он такой сейчас влажный если вы его не полностью использовали оставьте это ведро закрытым не закрывайте его никакими пакетами и никакими крышками не закрывать пускай у нас лучше высохнет вот этот кокосовый субстрат если вы в следующий раз будете использовать просто нальете до водички он опять набухнет у вас и будет такой же консистенции как и нужно а вот если его оставлять влажным вот некоторые знаете как в пакет высыпают вот ведро то нужно да и вот чтобы сохранить оставшись кокосовый субстрат в пакет высыпают и завязывают вот там он может закиснуть этот кокосовый субстрат и появляется характерный запах такой не очень приятный поэтому либо используйте сразу либо вы его значит не закрывайте еще что вот можно добавить вот посмотрите такой брикет получается семь с половиной литров у него естественно можно его использовать не весь вот когда вы его начинаете заливать он иногда сам расслаивается как-то вот либо пополам либо еще как-то очень легко вот так его сломать достаточно трудно а когда вы его чуть-чуть увлажните он сам расслаивается на отдельные фрагменты и вы какую-то частичку уберете а частичку приготовите для того чтобы использовать сразу ну вот замечательный кокосовый субстрат продается у нас сейчас магазина можно купить в нашем интернет-магазине используйте для того чтобы ваши растения росли лучше и радовали вас и такими красивыми листиками и в будущем цветами